Инициативной группой жителей Бурлинского района было направлено письмо в администрацию президента страны Касымжу Марта Тукаева, в котором обозначено 17 проблем, требующих внимания. Глава района Мержан Сатканов встретился с ее активными членами и детально обсудил поднятые вопросы. Встреча прошла с участием руководителей отделов и депутатов районного маслехата. К работе общественного транспорта у жителей района всегда были нарекания. Особенно много критики поступало в адрес городских маршруток. Бывший перевозчик оправдывал состояние автобусов и срывы графиков убыточностью. В 2020 году была полностью пересмотрена сфера пассажироперевозок. Маршруты были разделены на отдельные лоты и одобрено субсидирование на сумму в 57 миллионов тенге убыточных направлений. Это три сельских и три городских. На сегодня все они функционируют. Осуществляем перевозки по маршруту 1, 2, 3, 30, 8 и 10. Все датируем маршруты 1, 2, 3. Три маршрута только датируются. Ходят по графику третий. Единичка тоже строго по графику. В 30-ку по утрам мы в часы пик пускаем и пазик, и три газели с интервалом 10 минут. На все вопросы у нас есть группа ватсап. И на все вопросы мы соотвечаем. Общая протяженность водопроводных сетей в Моногороде 480 километров. Из них 180 являются бесхозными. Остальные на балансе ГКП «Оксайжилкуат». Общая изношенность сетей холодного водоснабжения доходит до 80%. Реконструкция требует основательных вложений и поэтапной работы. Уже реализовано несколько проектов. Реконструирован участок водопровода по улице Железнодорожной, что позволило повысить давление на верхних этажах многоквартирных домов. Начали работы по прокладке резервной линии от Бестаусского водозабора до 10 микрорайона. К сожалению, так получилось, что вся вот эта южная часть нашего района, то есть города Аксая и северная часть, ни один водопровод на балансе нет, потому что в свое время каждый строил сам себе. И мне просто ушло в год, чтобы эти водопроводы отдать в суд. Через год суд только вынес решение, что я их могу взять на баланс. Еще я их тоже ремонтирую. Микрорайоны 4, 5, 10 изношен с 95%. В списке обозначенных проблем состояние электросетей, городских парков, трассы Бурлин-Уральск. Есть необходимость строительства школы в 13 микрорайоне. Открытие переезда через железнодорожные пути в районе проспекта Абая. Организации бесплатных курсов государственного языка. Создание условий для доступа инвалидов в учреждения и объекты бизнеса. Также Бурлинцев волнует вопросы трудоустройства, повышение зарплаты сотрудников компаний, работающих на месторождении, жилищного обеспечения, медобслуживания, низкого качества интернета, экологии и общественного порядка. На эти и другие вопросы были предоставлены полные ответы. Также, по словам членов инициативной группы, в районе слабо ведется информационная работа с населением. К тому же чиновники должны быть активны в соцсетях. И не нужно ждать, пока люди придут, видят комментарии, видят запросы людей. Они должны сразу реагировать. Пресс-центры должны работать активно. Должны быть колл-центры, должна быть доступность и должна быть возможность действительно у любого жителя приходить, задать вопрос и получить ответ. Не надо собирать целое там консильни, целое большое заседание из депутатов и всего остального. Нужно просто точно вопрос задали, ответ предоставили. Тогда народ будет счастлив и тогда будет возможность видения, что есть общественный контроль и что исполнительная власть, она слышит и делает. Вопросы вне компетенции районного Акимата также взяты во внимание. Будет продолжена работа по решению их на областном и республиканском уровнях.